Привет, ребята! Я веду репортаж от Испании в Барселоне. С сегодняшнего дня все школы закрыты на 16 дней. Буквально вчера ночью все водители получили сообщение, что 16 дней нет в школе. И теперь я решил лично убедиться, есть школа или нет школы. И, как видите, школа закрыта. Очень жаль. Вчера ночью всем водителям прислали вот такое вот сообщение. Как тебе надо вести в случае коронавируса. И вот такую вот бумажку нам отправили, чтобы мы знали, что мы должны делать про коронавирус. Тут написано «Я коронавирус и я люблю путешествовать». И всем водителям предупреждают. Не водить детей в парк аттракционов или на площадки, футбольные площадки или кавусели. А также не посещать никакие парки или рестораны. Нельзя играть в футбол, баскетбол и кататься на качелях. Знаете, что мне больше всего не нравится? Сообщение четко говорится «Не хотите в гости друзьям». По улице можно ходить только на открытые площадки, где очень мало людей. Смотрите, вот как здесь ни одного человека. Вот это вот наш ход Центральной школы. Сообщение тоже говорят, что на улицу можно идти только по делу. Держать расстояние между людьми один метр. Пойдемте посмотрим, что творится в магазинах. Мыло ест, салфетки ест. Мясо, рыба, даже очереди нет. Крупа, макалоны достаточно. Никакого дефицита продуктов. Смотрите, всего больше, чем достаточно. И даже мои любимые круассаны. Давайте посмотрим, что есть мастер дворец или нет. Сказали, что мастер нету и давно я там уже не был. Давайте посмотрим, какие у нас изменения в вокзале. Есть людей много или нет людей? Кстати, в вокзале ничего не изменилось. Сколько было людей, сколько и осталось людей. Не так уж много. Пойдем спросим, людей стало больше или меньше. Вот, ребята, давайте у них спросим, какие изменения в городе из-за коронавируса. Пойдем. Привет, olá, Igor. Привет. Чико, пожалуйста. Ты знаешь, что есть больше людей в испании, в этот городе? У нас все это есть. Или нет людей, потому что есть коронавируса. Сказали, что очень мало людей, они боятся коронавируса и сидят дома. Я с ними поздоровался и попрощался руками, но не надо было это делать. Мне придется пойти чистить руки. Это одна из самых многолюдных улиц в нашем голоде. И смотрите, тут тишина. Вон, она идет к вокзалу. Смотрите, вот этот вот дядя продает много воды. Видите, теперь люди покупают много воды на дом. Смотрите, прямо в таких грузовиках приводят воду домой. Как много людей, много людей, по крайней мере, за коронавирус, они сгибают и сгибают в дом или идут на улицу и говорят «Ола, ола, ола». Он сказал, что воды покупают больше людей и что люди сидят дома и пьют горячий чай. Вот его информация. Вот это вот почти самая главная улица. И тут очень-очень много людей. А смотрите, тут пустота. И всегда тут открыты магазины, кафешки и все такое. Пойдемте посмотрим, хоть что-то работает или нет. Смотрите, все закрыто. Эти кафешки работают каждый день. Вот тут вот я кушал йогурты. А с сегодняшнего дня все закрыто. Смотрите, эти кафешки всегда были открыты. А теперь все-все-все закрыто. Как жалко. Я бы тут потанцевал. Сейчас у нас закрыли школы на 16 дней на карантин. А потом еще 15 дней и святая неделя. Это хорошо, но только плохо, что мы не можем играть с друзьями и встречаться с ними. Как жалко. Мы не можем ходить в гости и мы не можем никого приглашать домой. Это прямо как домашний арест. Ждите мои новые видео по коронавирусу в Испании. Всем пока! Вы были на канале Стефанчика ТВ. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok